Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политеке. Мой сегодняшний собеседник, это бывший руководитель службы внешней разведки Украины, Николай Маломуш. Николай Григорьевич, здравствуйте. Я вас приветствую, слава Украине. Героям слава. 12 апреля президент России Владимир Путин на космодроме Восточный сделал ряд заявлений. Вы знаете, так и хочется сказать, зовите санитаров. Он заявил следующее. Цели операции по защите Донбасса будут достигнуты. Эти цели благородные, а именно помощь Донбассу. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе спецоперации в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Киев, сказал Путин, публично отказался выполнять Минские соглашения. Продолжать терпеть геноцид было невозможно. Также он сказал, что Россия не собирается изолироваться, ее изолировать от всего мира невозможно. Ну и последнее. Россия будет развивать свои собственные компетенции взамен тех, что раньше могла покупать за нефтедоллары. Я понимаю, что вы не психиатр, но прокомментировать необходимо. Ну, с учетом того, что я знаю Путина лично, я считаю, что он деградирует. И он сегодня все выдает желаемое за действительное. То есть это полная подмена понятий. Нет реальной мотивации своим действиям, то есть реальной агрессии, реальным зверством, которое есть в Украине. Поэтому нужно придумывать мифы. Они же десятки раз меняли и причину войны, и мотивацию, и деоккупации, так сказать, разные, так сказать, от фашистов и от националистов. Затем уже были другие темы, что это руководство Украины нужно поменять, потому что он где-то работает на каких-то форматах с Западом. Затем уже сам Запад ведет войну. Уже Лавров вчера заявил об этом. А сегодня Путин уже говорит о более, в кавычках, приземленных темах. Это Донбасс. Это Донбасс явился причиной, потому что вот мы не выполняли Минское соглашение на нашей же территории, о нашем, так сказать, Донбассе речь. Но он тут уже сильно, как бы, озаботился в данной ситуации с Донбассом, и что якобы мы ничего не выполняем. Хотя ему десятки раз предлагали именно и форматы встреч, и Зеленский перед войной за неделю несколько раз говорит, давайте будем встречаться в трехстороннем формате, двухстороннем, и будем решать вопросы Донбасса и другие накопившие вопросы. Но Путин оказался. Николай Григорьевич, а вопросы деноцификации, демилитаризации, статус русского языка, то, по сути, с чего все начиналось? Куда делось? Испарилось? Вы знаете, все эти темы, конечно, они тогда были актуальны, когда это все не вскрылось. Сейчас все мировые СМИ показывают, что творится в Украине и на кого они наступают. Деноцификация или, например, как они говорят, дефашизация, посмотришь, что это украинские граждане, мирные, нормальные. Многие из них разговаривают на русском языке. На востоке и на юге вообще 80% русскоязычных. То есть нет фашистов, оказалось, нет нацистов, их невозможно показать. Там пытаются что-то об Азове говорить, но, так сказать, это одно из подразделений, которые в штатах вооруженных сил Украины. А там воюет морская пехота и многие русскоязычные. Там воюют внутренние войска, то есть это наша национальная гвардия. Там воюет самооборона. Поэтому о каких-то фашистах, националистах, даже национальных патриотах нет даже возможности говорить. Потому что все стали национальными патриотами Украины. Но Украины, не Россия. Поэтому получилось, что полный провал этой идеологии. Я еще раз утверждаю, что вся подноготная, феософская, историческая, тем более, которая внедрялась в Россияново, затем уже была мотивация для наступления на Украину, она просто испарилась. Сейчас ни одного факта нет. Поэтому Путин начинает менять уже мотивации. Запустили через Доброго, что это война в США. Тоже не получается. Нас даже в НАТО не приняли. Что нам помогает весь мир, это уже другая ситуация. Мы страна, защищающаяся от оккупантов и от агрессии. Поэтому мы имеем право получать оружие от любой страны мира. И от Австралии, и от США, и от Британии, например, и от Словачины. То есть все страны додают допомогу. И тут ситуация даже не в рамках НАТО, хотя мы это тоже имеем право. А конкретно, конкретные страны видят, что тут агрессии, поэтому мотивации нет. Сегодня уже цепляется за Минское соглашение, которое тоже мы встали в формате выполнения. Конечно, в интересах Украины и на основе международного права, и Конституции Украины. Которые Россия не хотела принимать. Так это и их проблемы. Это наша территория. И наша ситуация, которую мы должны решать. Все это, что сегодня говорил Путин, от бессилия. От отсутствия реальных причин и аргументов. И тем более, самое важное, сейчас уже международное сообщество четко представляет, что творит Путин в Украине. Какие акции, злодеяния, они уже не просто, там сказать, граничатся между нормами против войны и против человечества. Они уже реальные факты. Это уже тысячи фактов. И тут уже никуда не денется. Поэтому нужно найти какие-то мотивации для россиян. Для украинцев это уже все понятно. Это фашизм, это убийца. Это тоже насильники. Все эту тему они проводят. Сегодня они пытаются найти какую-то формальную, якобы, причину зацепиться. Но она не работает. Российское даже общество, которое сейчас под влиянием Путина, пропаганды, они видят, что насколько смена пришла мотивации, что они не поймут, что же поддержат. Какую идеологию, какую позицию Путина нужно поддержать. Все провалилось. А тем более, сейчас массовые уже идут гробы, то есть убитые военнослужащие, раненые, но возвращаются. Они показывают реальную картину. И мы видим, что ситуация для него не только со стороны Украины и мирового сообщества угрожающих, а уже перспективы будут в отношении и своих граждан. В первую очередь, элит, которые сейчас вступили уже против речи, мы имеем информацию, что уже многие не согласны с позицией Путина, что он начал эту войну. Это подразумевает. Николай Георгиевич, давайте вот здесь остановимся и более детальный предмет об этом поговорим, потому что есть информация о том, что обозленный российский президент, он устроил уже и кадровые чистки, и репрессии. Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, заявил, что бывшего помощника Владислава Суркова арестовали. Христо Грозин утверждает, что в службе ФСБ, которая занималась Украиной, и там прошли аресты и увольнения, первой жертвой стал руководитель службы оперативной информации международных связей Сергей Беседов. Вот как далеко Путин может зайти в этих репрессиях, в этих чистках? Как мы понимаем, что это далеко еще не верхушка, речь не идет там о Шойгу. Пока что неприкосновенным остается и господин Бортников, директора ФСБ. Есть вопросы еще по Нарышкину, но, может быть, у вас есть определенная информация, которую могли бы озвучить относительно этой темы? Ну, в первую очередь, какая причина репрессий? То, что именно эти службы были ответственны за формирование пророссийской оппозиции в украинском обществе. А ФСБ, СВФ, то есть и Бортников и Нарышкин за подготовку агентуры и в высших политических решениях власти, и в Минобороны, в спецслужбах, и особенно в регионах. Там, где должны создаться ячейки пророссийских движений, про образ будущих правительств и местного самоуправления. Это все под идею Путина, под его установки формировалось. Но в иллюзиях, как правило, вербочные мероприятия проводились только на отдельных направлениях. Вот те наводчики, мы помним, там давали сигналы, давали наводки на объекты. Но это отдельная купленная агентура, которая не решала глобальную проблему. Про российское движение в Украине. Очень мощное, так сказать, создание какого-то сопротивления. Их режиму, а наоборот вышло, что народ объединился. Это был для Путина, ну как бы, знаете, чрезвычайный формат провала. Его идеологи, его спецслужб, его идеолога, включая и генерал-полковника Бесведу, я прекрасно знаю, это такой, знаете, жесткий спецслужбист, который якобы все выполняет, и все в нем получается. А как правило, это подмена понятий. То есть это все нереально, это все иллюзии, нарабатывались какие-то мероприятия, они как бы формировались в исполнении, тратились большие деньги, я прямо скажу, миллиарды. Миллиарды под эту ситуацию, под агентуру, про российское движение, про СМИ, под гражданинские акции против Украины. Но это все оказалось на бумаге. Деньги протрачены, и фактически результаты не получилось. Вот эта марша не получилась парадного войск России, где их встречают дружно. И с другой стороны не сработала идеология, что здесь именно все за Россию, за Путина, получили все внести против России и против Путина. Хотя раньше, до войны, вот то, что я хочу, где Россия проиграла, много были за нормальные отношения с Россией. А часть была симпатиками. Вот сейчас получилось, что 90 с чем-то процентов это явные противники Российской Федерации и российского руководства. То есть получилось обратно то, что хотел Путин. Он сейчас злится. Он ищет, конечно, виновников козлов отпущения. Поэтому тут сюда попадают беседы, нижнейшие уровни. Сюда попадают уже Сурков. Его раз снимали, тогда вернули, теперь опять. Его вернули под что? Под эту операцию, которая готовилась и военную, и идеологическую. И создание всех рычагов и рычагов управления, и местного самоуправления, республик. Это уже было под Сурковым. И тут ничего не получилось. Поэтому страждают кто? Ну, первые исполнители, это на уровне беседы, это задержание русского руководства и военного руководства, которое не справляется с задачей, как он считает. Он считает, что все виновны мимо себя. Я просто утверждаю, что в данной ситуации самый главный виновник – это Путин. Все остальные подчиненные, которые работали под его программу. Да, они работали плохо, исходя из их задач, но это на пользу нам получилось. Поэтому в данный момент репрессии будут продолжаться. Я думаю, они будут подниматься на более высокий уровень, как мы говорим, этаж уже. Тут уже могут быть вопросы к Бортникову, и, конечно, уже будут и другим руководителям, которые должны были глобально контролировать ситуацию, направлять своих подчиненных и создавать условия для победы Путина в Украине. Это воссоздание СССР, это новая империя, если мы уже говорим. А все остальные мотивации – это как бы от лукавого. То есть, они их просто придумывали и давали Путину. То есть, даже не второстепенные эти мотивации, Николай Григорьевич. А давайте, знаете, о чем мы сейчас с вами поговорим? В одном из своих интервью вы говорили, что Путина подставила разведка, которая боится его. Интересно, те, кто подставили его, они еще живы? В данной ситуации он, конечно, первых лиц не трогает, потому что это будет как бы сигнал всему российскому обществу, я уже не говорю на внешнее направление, что он не только проводил сейчас фактически, а идеологически и кадрово. То есть, в данной ситуации он, конечно, пытается сейчас выстраивать отношения через уже, как он считает, более эффективных, решительных, например, силовиков. Как мы говорим уже, Дворников уже не назначен на вооруженные силы Украины. Это в некоторой степени это удар по амбициям Шойгу и Герасимова, начальника Генштаба Российской вооруженных сил Украины. Это уже, Россия, извиняюсь, это уже сигнал. Уже имеются прямые данные отношения от того, что общаются с первой завестительной главой ФСБ, а не с Бортниковым. Уже есть несколько каналов с двух разведок, как СВР и военно-разведки, которые, минуя первых лиц. То есть, это фактически выход на Путина тех лиц, которые он считает более решительными, более адекватными, и которые сегодня в этой ситуации выведут его с кризиса. То есть, создадут новые условия для наступления, например, на Востоке. Снимут уже весь Путина, что он что-то просчитал, а будут переброшены на других лиц, на силовиков, идеологов, которые ввели Ломану. С третьей стороны, уже сузить задачи, например, по Донбассу, и туда кинуть все силы по Востоку, потому что, как уже было заявлено, что он не планировал захвачивать Украину. Да, удар по инфраструктуре, где-то удар по вооруженным силам, чтобы уменьшить наши возможности военные. А основная задача, это, конечно, как он считается, пытается сегодня же за этот Донбасс, защитить граждан Донбасса. Как будто это тоже граждане, которые являются россиянами или российской территории. То есть, он даже тут путает понятия. Вот, я даже и скажу не только с принципом, что это наша территория и юридически, фактически, а с того, что Путин сам и до этого Ельцин подписывал мысль на договорах, где Донбасс... ...за Украины. Их соглашения, это тот принцип, который сейчас соблюдается неприкосновенно в международном праве. Он нарушит все, что угодно. И международное право, и международные принципы, и мораль, и самое главное, даже свою логику и свою правду, как он говорил раньше. О том, что мы дружим, мы развиваемся, мы готовы работать, а сейчас мы готовы уничтожать. Вот как вы говорите. В отношениях двух государств относительно эскалации ситуации на Востоке. Когда ее следует ожидать? Потому что, да, действительно, сейчас многие говорят о будущей битве на Донбассе. Есть сравнение даже со Второй мировой войной. Дмитрий Кулев, министр иностранных дел Украины, об этом говорил. Но относительно сроков длительности войны есть две плоскости. Это военная плоскость и политическая. Давайте здесь детально во всем разберемся. Ну, в первую очередь, конечно, нужно исходить из того, как Путин оценивает реальность новых наступлений на Донбасс и на юг. Сегодня ресурс Путина ограничен. В первую очередь кадровый ресурс. И поэтому в данной ситуации, конечно, это был для него очень большой просчет, если он проиграет именно эту битву. Поэтому подготовка идет по всем направлениям. Это подготовка именно новых частей, которые идут с востока, с центра Российской Федерации, с юга частично. Часть перебрасывает дополнительные сливы Крыма. Хотя там очень большой дефицит. Конечно, они пытаются новую мобилизацию организовать для поддержки юга, особенно по Херсонской области. И, конечно, старые подробности на наступательных операциях на Донбасс. Это весь релизиум. Мы смотрим где-то, примерно, 60 тысяч новых уже российских войск, которые могут проводить наступательные операции. Но это, я считаю, уже в данной ситуации, когда мы готовы, это недостаточно для большого успеха. В отдельных токийских направлениях они могут еще проводить операции. Еще под угрозой Мариуполь. Мы можем прямо говорить об этом, потому что мы сейчас не имеем средств для эффективного разблокирования. Ну и напротив, в общем, я могу сказать, что, конечно, мы готовы не только в плане уже знания и основных ударов. И отслеживаем космически даже сегодня, что движется по Ростовской области громадная колонна в направлении Донбасса. А перед этим на изюм, который разбили. То есть мы уже контролируем вместе с нашими партнерами США, Британии, Германии, уже все движения противника. Знаем их маневры, знаем разведу информацию полную. Сообщество развед, наши партнеры и сами же. И, конечно, можем планировать операции. Но самое главное, что мы подготовили резерв. Это уже за 46 дней, уже это существенный резерв профессионал. Это участники АТО, это военные с боевым или армейским опытом. И третья составляющая, это идет переоснащение новейшим вооружением. Конечно, США, Британия, Германия, Словачья, Чехия и прибавки и других стран. Это и новые противоракетные средства, противокосмические даже средства, некоторые будут поступать в ближайшее время. Противотанковые, это уже вообще мощнейшая система. И противокорабельные, которые Британия поставила нам. Это в направлении Одессы и других морских портов. То есть мы сейчас уже имеем оружие четвертого, пятого поколения. Кроме этого, уже наш ВПК сделал поставки также новейшего вооружения четвертого, пятого поколения, которое очень эффективно уничтожает и боевую технику, и даже самолеты, кроватые ракеты. Мы уже имеем успех по отдельным направлениям, где-то, особенно по воздушным целям, 80-90% сбитых летательных средств. Это ракеты, это самолеты, это вертолеты. Это беспилотники. Поэтому в данной ситуации потери громадные. Если начнутся вот эти все наступательные операции, конечно, готовность большая. Я не говорю, что будет легко нам, но уже с учетом и опыта, и, так сказать, наших возможностей боевых, организационных, технических, конечно, мы можем эффективно противостоять, и эта операция не завершится успехом. Николай Григорьевич, а скажите, пожалуйста, Путин еще желает это все закончить к 9 мая, вот эта сократная дата, или же он не рассматривает этот день, эту дату, как та, которой должны быть выполнены все задачи, которые он поставил перед своим военно-политическим руководством? Ну, я считаю, что сегодня он стоит на той модели, чтобы именно дойти до границ Донецкой-Луганской области, а на юге, конечно, укрепить позиции Херсонской области на перешельке. Вот это его задача минимум до 9 мая, для того, чтобы показать, что он якобы достиг тех плановых заданий, которые он ставил, которые он сегодня говорил о Донбассе, и, соответственно, вода на Кремль, Южный коридор. И третья составляющая, это на волне, как бы, этих успехов, в кавычках я беру, это диктовать условия на новых переговорных, так сказать, площадках. Это, конечно, будет большая проблема для него, но он думает, что локальный успех на этих направлениях обеспечит эффективные переговоры и договоренность, что именно мы пойдем на признание, так сказать, этих территорий, но в рамках уже границ Донецка, Луганской области, и, конечно, согласимся на определенные территории Херсонской области, которые будут находиться под международным форматом или под форматом России и Украины для обеспечения Крымского полуострова водой и другими ресурсами. Вот такой пока план. Но наши руководители, в первую очередь, политическое руководство, президент, конечно, этот план представать не собирается, потому что будут эффективно работать механизмы сейчас противодействия и выбивать по всем направлениям противника с учетом уже имеющихся новых возможностей. Это наша перспектива, которая может именно обеспечить наши успехи в ближайшие недели-полторы. Я думаю, что в этот период будет решаться основная судьба и Украины, и наших успехов на будущем мирном переговоре. Решающая битва – это то, что сказал Жозеп Бурайль и духовный представитель Европейского Союза по вопросам дипломатии. Исход этой войны должен решиться на поле боя. Интересное действительно заявление. Почему? Потому что, по сути, главный дипломат Европейского Союза говорит и подчеркивает, что, скорее всего, все закончится именно военным путем. Знаете, тут интересное заявление. В очередной раз дел Алексей Арестович и советник руководителя Офиса Президента, он сказал, что смерть президента Путина невыгодна Украине. Для нас лучший вариант, если бы Путин пожил еще некоторое время и Россию просто доломали санкциями. А вот самым худшим вариантом для Украины, господин Арестович, назвал выход оппозиционера Навального из тюрьмы или расцвет другого оппозиционного лидера. Что думаете об этом вы? Я считаю, что отход от руководства Путина – это самый лучший вариант, потому что сегодня он монопольно держит власть. Обычно как диктатор отходит именно, появляется представитель много, которые готовы бороться за власть. И тем более многие будут решать задачи в отношении того, чтобы урегулировать отношения с другими большими странами. То есть как бы новая политика, которая снимает проблемы войны, проблемы граждан Российской Федерации и стабилизировать отношения с партнерами за рубежом. То есть в данный момент все претенденты, любые, они не готовы будут продолжать войну. Да, они будут пытаться сохранить Крым, как они говорят, под собой или под другим направлением. Но именно воевать, я думаю, что ни один из даже близких соратников Путина не готов, а тем более оппозиционные лидеры. Поэтому в данной ситуации нам выгодно, чтобы Путин нашел как можно раньше, тогда начнется раздор. И, соответственно, мы будем уже иметь приоритет в отношении того, чтобы не только устранить мир, но и диктовать свои условия. Ну, знаете, еще этим раздором нужно умело воспользоваться и не потерять эти шансы. И в завершении нашей с вами беседы следующим президентом России после Путина может стать известный российский блогер Юрий Дуди. Такое мнение высказал известный украинский продюсер Александр Роднянский. Я процитирую. Есть человек, который обладает и доверием, и электронным потенциалом. Это Юрий Дудь. Ни разу не вызвал ни одного вопроса к себе. Выступает жестко, говорит честно, при этом абсолютный русский патриот. На ваш взгляд, это попытка поставить такую черную метку на Дуде, либо же все же так тонко намекнуть и ввести его в эту политическую игру. Ну, я думаю, что тут пытаются несколько продвигать разные кандидатуры, альтернативно и российскому обществу, и даже Западу, что в данной ситуации будет эффективная поддержка. Но в современный период, с учетом очень мощной инфрационной блокады, а тем более действия инфрационных систем, поддержку Путина или, возможно, кандидатов, которые будут именно им обозначены, например, Медведев, это будет работать именно на того кандидата, который сейчас будет или уже целевой с подачи Путина, или, конечно, уже тот, который имеет ресурс политический, информационный, финансовый и, конечно, определенной поддержки за рубежом. Поэтому эти кандидатуры будут еще появляться, но чтобы им расстав делать на этого блогера, я думаю, что это просто нереально. Он может один с кандидатом быть в демократической России. Тогда еще какие-то шансы что-то получить у него есть. А так шансов никаких. Ну что же, Николай Григорьевич, огромное вам спасибо за эту беседу. Николай Маломуш, бывший руководитель службы внешней разведки Украины, был сегодня вместе с нами на Политэко. Я также благодарю всех наших зрителей за внимание. Огромное вам спасибо. Берегите себя, берегите Украину. Мы обязательно победим. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok